Песня в песне Соломона, 8 глава, 7 стих. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Эту песню неоднократно перелагали стихи поэты разные. Любовь к юноши, к девушке, как описывается. Эту книгу долго не принимали в самом церковной. Наконец приняли со множеством оговоров и толкований. Любовь. В каком смысле? К кому? И почему нет равных ничего любви? Я рассматриваю эту песню как любовь души к Создателю своему. Любовь в церкви к Богу. Мы не знаем, как воспитывался Анфимий Комедийский. То, что в житиях написано, это только контур. Потому что, когда что-то о человеке говорят, самое главное, как художник, он ненужный отсекает. Он так же бегал мальчик. У него такая же была жизнь, как у всех. Когда он сумел подготовить себя для такой безответной любви. Создательные, где детей учат, кланяются. Они заходят, в начало кладут с подружниками где-то. И там не одинаково все дети кланяются. Вот домашнее, оно выходит здесь. На каждый поклон надо ребенка ткнуть. Клуб, по-моему, он поклонился. Рядом, тоже кланяюсь, стою рядом с ним. Ему опять второй раз. Десять поклонов, девять раз я должен его толкнуть. А на сегодня закладывается. За каждую душу кто-то несет ответственность. Конечно, он сам в первую очередь. Какие-то были родители, богобоязненные. Но они все время обязательно говорили о конечности жизни. Анфим, быстро это все кончится. Ты видишь, как власть меняется. И завтра может гонение быть. Анфимушка, смотри, только не отрекись. Близко время. Внезапно придет новый президент. Все свернется по-другому. Начнется война. Со всех сторон бросится на нас. И что мы будем делать? А гонение будет страшное. Смотри, Анфим, только не отрекись. Я думаю, что его воспитывала мать, также как Климента Анкирского. Она также, как и Фросина, наказала ему. Помоги мне стать матерью мученика. А здорово было бы, Анфим, если бы ты умер за Христа. Анфим, а вот если ты еще священником будешь, ты же от всех отвечать будешь. Ты понимаешь, как каждую душу надо настроить, умереть за Христа, показать наибольшую любовь. Нет Божьей любви, как душу, кто положит. Анфим, ты сейчас учись хорошо. Изучай священное писание. Смотри, как верные люди шли до конца, а в пророки они не отступали. Ты быстро вырастешь, а Бог даст, а может, и епископом будешь. Ведь мать наказывает ребенку, если она верующая только одно, не прогадает. Это все мелькнет, и не увидишь. Там целая вечность. И кто будет что предлагать? А за эту любовь ко Христу многое предлагали. Предлагали в первую очередь жизнь. Отрекись, жертву принеси, и иди домой. Дети при тебе будут, жена, друзья, постель, все твое вернется к тебе. Да и должность за ним хорошего. Император запрашивает и говорит, если отресешься, дочь мою отдам за тебя. Вот на что шли. Но любовь ко Христу все прямозмогало. И вот почему написано, большие годы не могут потушить любви, большие обещания, богатство. Они не могут потушить. Любовь, она втулает, она горит. Вот разница в том, когда спросили Терафима Таровска, почему ты смог, а мы не смогли решимость иметь. Решимость это огонь. Я пошел за Господом, никаких компромиссов не запускаем. Не можем мы отдать Богу 5% или 95%. Бог не согласен. Многократно повторяется всем умом. И не надо толковать никаких комментариев. Всей душой, не частичкой души, не 99%. Всей крепости. Ну какая крепость у юноши, у старика? Вот именно с той крепостью подойди и не торгуйся с Богом. И Господь пойдет навстречу и укрепит. И реки не зальют ее. Ну уж если ведро влияет на огонь потушен, а если реки на огонь не зальют. Да не бывает такого. Какой бы пожар не был, если река на него направлена погаснет. Все погаснет, кроме любви. Солнце любви не гаснет. Какой песней мы прикоснулись. Вот это солнце любви загорело в сердце Анфима. Когда он со всей церковью зашел на костер. Угрозы рекой уявились со всех сторон. Обещания, как великие потоки излились. Все будете живы. Только выйдите вот рядом, возьмите мясо, положите, идите домой. Ничто не залило этой любовью. И как он сумел так убедить всех? Вот прикиньте сейчас, нам бы что-то угрожало. Но вы сколько нашли разных причин. Даже в храм человек не приходит, он разные причины находит. Причин-то ведь много. Ну, по-другому, это же причина важная. Причина важная со скотиной. Причина важная с птицами, пчелами. Но гости приехали. А причин-то никаких нет. Кроме того, как уважительная причина смерти. На фронте была. Одна единственная причина. Почему? Любовь. Она все причины пережжет. Я иду к Господу. Я иду с народом Божьим. Ведь сегодня в храм ходят, вы не знаете, сколько людей. Я статистику знаю. Даже там, где есть храмы, в таких городах, как Томс, провели опрос в полтора процента. Или один из семь десятых. Ну, это же мало. Это же совсем мало. Даже такие католические храмы, как Порше, не более пяти процентов ходят на скрестную службу. А девяносто пять? Девяносто пять! В мирное время они не нашли в себе искры, чтобы любовь загорелась. А Господь на суде будет спрашивать первый вопрос по Первой Западе. Любил ли Бога? Была ли это любовь? Почему? Возлюби Господа Бога. Возлюбил ли Архимника Медийский, в честь которого назван на наш общий наш храм? Чем он закончил? Он зашел на тостер. И сразу, обновременно, с ним двадцать две тысячи. Это какой же был храм? Это стадион целый. И никто, ни один. Это не... Он остался живой. Второй будет на Бога, тогда с ними вместе он зайдет. Тридцать две тысячи будет головешек лежать. А мы скажем, тридцать две тысячи фаселов любви загорелись на небе. Вот пророк Исаия 43,2 говорит, будешь ли переходить через воды? Я с тобой. Через реки ли? А они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь? Не обожжешься. И пламя не опалит тебя. Понимаешь, все в духовном смысле. Пламя опалило, а он сгорел. А мы скажем, нет, подвиг его известен нам. Записали люди. Он заботился о подрастающем поколении. Там детей было много. Тогда детей вообще было много. Я из тех святых нашел только одного, который в полноте, видимо, выложил совмест на детей. У Дмитрия Ростовского было училище 200 ребятишек. И он пересмертли. Опять созвал их. Они пели перед ним. Он учил их. Запомните, если вам Бог даст памяти, 27 мая церковь освящает память малоизвестного святого. Климент Охридский. У него было детей в училище 3,5 тысячи. Да если бы такую любовь к детям оказали в России в момент крещения, ну пусть через 100 лет хотя бы, до 3,5 тысячи детей, ну все равно бы они сдали хоть одного Кирилла не поди. Ну не может быть. Я не верю в это. Просто не верю. Чтоб 3,5 тысячи детей учить Слово Божие, наставлять день и ночь, и все бы были неверующие. Да не может это быть. Даже в семье. И то, как-то напополам. Если родители не одинаково были, один верующий, другой неверующий. Так половина дети. Отец пил, значит, и сын научится пить. Если мать была беспутной, дождь таким путем пойдет. Но ведь 3,5 тысячи детей, которых учат учителя только верующие, монахи, ясно, что там направление, если было бы на благовестие, обязательно были бы люди, которые просветили бы страну. Почему память этого святого я нигде не встречаю? Я сегодня целый день размышляю, об этом считаю, возвращаюсь. Ну почему? А его только отметили, что он есть. Его никто не знает. Честь его храмов нет. Никого не называют, в честь его. А это был человек полный любви к детям. К детям, а так будущему страну. У нас тут пенсионеры здесь. Мы что, короб не будут держать, овец не будут держать. Ну, в дашний поселок. Ну и тот исчезнет. Значит, нужно заботиться, просить Бога, чтобы все дети были верующие. И чтобы Бог дал жителей с детьми, чтобы трудились. Стоявшим утром только об одном, он думает, как подготовить себя и детей к любви, которую не зальют воды и огонь не подачат. Так было с Анфимом Никомедийским. Матфея 7, 24, 25. И так всякого, кто слушает слова Моисе и исполняет их, уподоблю мужу благородумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и полились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне. Какие ветры? Это гонения, ереси, заблуждения. Мы должны искать причины, как бы почитать. И храм, как бы открыть Слово Божие, как бы почитать. Не те причины, которые нас отстекли бы от этого. Отсечь очень легко, вернуть очень тяжело. Закрыть Библию проще всего, но открыть ее тяжело. Она где-то будет лежать в другом месте. Положите ее на стол, ничего сверху Библии не кладите. Приучите себя каждый день, утром и вечером открывать. Я хотела бы понемногу почитать, благоговением поцелуйте ее. Будет день, будет этот день. Я абсолютно уверен, когда в людях вдруг появится жажда слышания Слова Божия. И такая будет жажда, что будут ходить от севера к югу, от моря до моря, от Балтийского до Тихого океана. Искать Слова Божие и не найдут. Это обязательно будет. А вот говорит 8 глава 11 стих. Писание сказало так будет. Подготовить к этому надо. Деточки, если не будет Слова Божия, а в душе у вас ничего нет, ни от того стиха на память не знаете, вы же все отступники будете, вы все в бак пойдете. Вы попадете в исламские гаремы и там отречетесь. Куда бы тебе ни взяли, ты христианка, ты этого мусульмана обратишь. К родности, смирению, любовью, молитвою, ты и там будешь молиться. Как показывают в фильме, тот пищук захватил. Она у него там, и там молится, и поет его жена. Она русская, она ничего не могла сделать, ее продали, но она и там молится, она христианка. И большие воды не зальют этой любви. Почему? На камне основана. Камень Христос. Слово Христос почаще повторяйте. Как Христос нас любит? Христос дал дождь, нам кажется не воврем, он вовремя. Мы ждем друзей, дождь перелезает в дару, придется звонить, или как, чтобы не приехали, и сказать, я Господи не знаю, почему так. Благо, что ты даст дождь. Благо, что приедут, благо не приедут. Любовь твоя знает все вперед. Благодарите, Господи. Трища Соломона 6, 31, 35. Но будучи пойман гор, заплатит всемиром, отдаст все имущество дома своего, не примет никакого выпуска, и удовольствуется, сколько бы ты не умножал дорог. Речь идет об измене, когда идем к чужой жене. Мы пришли к совершенному мужу, к Иисусу Христу. И измена Христу, вот как раз по датю страху входит. Никакого выпуска Бог не примет. Ничего не страшнее, как отступить от Бога. Что бы ни было, грех падения, пар, возвращайся, полды, стучи, бей в землю, не отступлю, Господи, пока не примешь. Ухвачусь, завезу и буду волоком тащиться. Римм. 13, 8. Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Любовь не делается к ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. А в закон входит любить Бога всем сердцем. И нет больше той любви, говорим, где опять же сходимся на антивный комедийство. Мы его вспоминаем. Не каждый может быть день. Но если мы молимся в домашней молитве, поминаем святых, вот у нас так принято в лагере, но мы каждый день упомним. Во-первых, так принято считать, что он как бы патронирует, охраняет нас, доводится о нас. Ну, доказательств никаких нет. Но так принято у правосамы считать. И неплохо, когда мы так считаем, у него делает более близким нам. Но подвиг, который он совершил, не имеет равных во вселенной. За всю историю мира больше не повторился этот случай. Чтобы такую общую и ни один не отрекся не было. В других местах считаешь, вот время гонения, деки пришел. В 249-й год и написано, и многие отступили от христианства. Началось наступление «Исламы» и написано «И многие приняли мусульманство». Здесь не один. Я все нахожу в его авторитете, в его любви. И это не одна, что он говорил, очевидно, каждый день подчеркивал. Гонения где-то рядом, это время деки-тианам. Это страшнейшее гонение было, и зышество шло на закат, и надо было показать, что для христиан смерти нет. Есть славный, торжественный переход. В этот день человек в совершенстве показал, как он любит Бога. Представьте нам в случае этот Господь. Надо молиться и заранее готовиться. На это не напрашиваться. Святые не советуют искушаться. Но если Бог допустит. Да мало ли что бывает. Бывают воруют. Многие русские сейчас в Рапке где-то в Чечне прикованные работают. Их с Парабария отвезли. Один вырвался через 10 лет, а это приехал, тут уж ничего нету. И день и ночь они работают, и ничего нет. А как питался? Сноха, сагерстином, вот уже и угли больше ничего нету. А если верующий? Верующий, он и там останется тем же самым, как епископ Павлин. Он и там молился, и хозяина обратил. И когда награду предложили, какой он, создатель, и пленные какие есть, и всех пленных вывел домой. Вот любовь. В послании к римлянам, Павел говорит, 8,28, притом знаем, что любящим Бога, призванным по его инвалиду, солнце действует ко благу. Во все слово надо включить хорошее, плохое, по-нашему, совсем не сходится с нашим. Все. Только в конце надо сказать, слава Богу за все. Ничего не было печальной картины видеть, как константинопольского патриарха привязанного веревкой за шею, за колесниц, устащит, он падает и англостолу. Тысячи людей решились этого источника в плаве за премудрость. Как еще книги некоторые остались неистолкованы. Ему все, 60 лет было. Сколько он еще сказал, сделал, научил, но он повторял слава Богу за все. Он видел, что Бог его возлюбил настолько, что не только святительский венец, не только венец проповедника получит, но и венец исповедника и мученика. Должь лить нас Господь молитвами святого Анфима Некомедийского, чтобы мы жили любовью и эту любовь до конца доказали нашему Господу Иисусу Христу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...